В эфире Лицкого телевидения очередной выпуск информационной программы события. В студии работает Алексей Водейко. Здравствуйте. И сразу коротко о главных темах. Не обошлось без чрезвычайных происшествий. За минувшие сутки на дорогах Личины произошли 4 ДТП. От них зависит будущее Белоруссии. Талантливую и одаренную молодежь Лицкого района чествовал райком БРСМ. Уплотненные отходы, чистый воздух. Пиар-акция инициативы по посадке деревьев прошла в Лиде. Начинаем выпуск с кадровых назначений в Лицком районе. Во вторник на должность начальника управления образования райисполкома назначена Ольга Тарасюк. Ранее она занимала должность заместителя начальника управления образования. Руководителем нового подразделения жилищно-коммунального хозяйства службы заказчика назначен Сергей Синевич, который до этого был главным инженером Лицкого ЖКХ. На должность заместителя главного врача Центральной районной больницы по медицинской части назначена Светлана Явланова. Ранее она исполняла обязанности заместителя главврача по детству и родовспоможению. Хищения в сфере высоких технологий становятся все более актуальными как в Беларуси в целом, так и в Гродненской области и Лицком районе в частности. Если в 2018 году за 8 месяцев таких преступлений в нашем регионе было зарегистрировано 61, то за аналогичный период 2020 127. Их число в последнее время растет практически ежедневно, поэтому сотрудники милиции просят граждан быть внимательными. На сегодняшний день на территории Лицкого региона зарегистрировано 127 преступлений в сфере высоких технологий. Это мы понимаем, что это все преступления, которые совершаются в сети интернет. Для нашей региона это характерны хищения с пластиковых карт, взломы социальных страниц, компьютерные саботажи, мошенничество и иные хищения. Раскрывать эти преступления крайне тяжело, так как преступник это может быть оказаться ваш сосед подъезду и гражданин, находящийся абсолютно на другом континенте. Причины, условия совершения преступления в первую очередь это конечно наша беспечность. За последние две недели было совершено за прошедшую неделю 10 фактов и за предыдущую неделю 11 фактов преступлений. Механизм совершения практически идентичен как под копирку. Граждане пользуются торговыми площадками, в основном интернет-площадками, до которых размещают объявления продажи своего имущества. Холодильники, телевизоры, предметы мебели. Далее поступает предложение от покупателя, тут же он пишет сообщение о том, что за этот товар произвел оплату и делает ссылку на интернет-ресурс с определенным программным обеспечением. Граждане дальше идут по ссылке, ссылка требует соответствующие реквизиты пластиковых карт, вводятся определенные коды, пароли и через некоторое время мы, к своему удивлению, обнаруживаем, что с пластиковой карты похищены деньги. Такие факты, я говорю, за последнюю неделю мы регистрировали практически ежедневно, и даже не один, и не два. Кроме того, остаются актуальные преступления по схеме так называемого вишинга, когда звонят представители, якобы лже представители банков, представляются службы безопасности и путем дачи некоторых вопросов узнают реквизиты и идентификационные данные владельцев пластиковой картой. В последующем, опять же, совершают такие хищения. Остаются актуальные факты мошенничества, совершаемые на регионах, тоже путем покупки, путем передачи какой-либо информации, взломы аккаунтов. Это тоже все для нас актуально. Поэтому будительными быть, еще раз бдительными, никогда, ни при каких условиях не передавать свою пластиковую карту и не передавать реквизиты, которые имеются на пластиковых картах. О чрезвычайных происшествиях в нашем регионе. 8 сентября в 23 часа 20 минут на 148-м километре автодороги М6 уроженец города Могилева 1989 года рождения, управляя автомобилем МАН с полуприцепом, потянулся за бутылкой воды и зацепил правую по ходу движения обочину. В результате съехал в правый кювет и опрокинулся. В отношении водителя вынесено постановление о наложении административного взыскания. Еще одно ДТП было зафиксировано в 22 часа на проспекте Победы в Лиде. Гражданин Республики Беларусь, уроженец Вороновского района, 1993 года рождения, управлял автомобилем БМВ. Неправильно выбрал скорость движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Пежо. С места ДТП данный водитель скрылся. В ходе разыскных мероприятий данный гражданин был установлен и доставлен в Лидский ПНД на освидетельствование. По результатам освидетельствования 0,97 промилле врач вынес заключение о состоянии алкогольного опьянения. В отношении данного гражданина было составлено три административных протокола. Хочешь быть активным – будь им. В этом убеждены в Лидской районной организации БРСМ. Ведь и в Республике, и в нашем регионе созданы необходимые условия для развития молодежи и реализации ее идей. Свои инициативы ребята представляют на различных конкурсах и фестивалях. Их победителей и призеров из Лиды и Лидского района честовали представителей райкома БРСМ. Мероприятие проходило под девизом «За Беларусь». С начала 2020 года Лидский райком БРСМ инициировал и провел более сотни мероприятий, в том числе в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. А также Лидская молодежь участвовала в трех десятках областных республиканских конкурсов и фестивалей. Кроме этого, члены БРСМ активно занимались и занимаются волонтерской деятельностью. Их предшественники – комсомольцы 60-х, 70-х и 80-х годов – гордятся тем, что их дела продолжаются, пусть и в несколько изменённом варианте. И об этом они говорили на мероприятии, на котором чествовали самых талантливых и активных представителей учащейся и работающей молодёжи личины. «Я присутствовал на сегодняшнем мероприятии как представитель молодёжи 60-х, 70-х годов, потому что в комсомол я вступил в далёком 1968 году. Я хочу сказать, что я был активным участником студенческого движения строитрядовского. Несколько раз работал в студенческих строительных отрядах. И я очень рад, что сегодняшняя наша молодёжь проявляет такую же активную жизненную позицию, как и мы, комсомольцы 60-х, 70-х годов. У нас развита художественная самодеятельность. У нас прекрасно ребята участвуют в студенческом строительном движении. И я рад, что теперешняя организация БРСМ видит и ценит усилия этих ребят за то, чтобы наше государство было процветающим, независимым, прекрасным. За Беларусь». На мероприятии был вручён не один десяток наград атлистского райкома БРСМ. Были отмечены ребята в разных направлениях – волонтёрстве, студотрядовском движении и творчестве. Молодёжным лидером личины признана учащаяся среднюю школу номер 8 Софья Матулевич. За лучшие видеоролики, представленные на онлайн-дискотеке «Танцуй, Беларусь», были награждены представители первичных организаций БРСМ лицея номер 1, 9 и 11 школ. В рамках посткроссинга «Паштука.Бел» молодёжь создавала тематические эксклюзивные открытки с изображением жителей личины, знаковых её мест, культурных, архитектурных и природных достопримечательностей. Победителем в этом проекте признана первичная организация БРСМ торгово-производственной фирмы «Лида». Второе место заняли учащиеся Лицкого колледжа, третье – педагоги Бердовского детского сада средней школы. На мероприятии награды получили и те, кто отличился на районном этапе республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана». Диплом за третье место вручён Полине Минюко из девятой лицкой школы. За второе место лицким лицеистам Анастасии Ровбудь и Ксении Андруконис. Победителями же районного конкурса буктрейлеров признаны Максим Репкин из Лицких электрических сетей, Яна Феринович из лицея миллиардативного строительства, учащийся лицея номер один Никита Михалович и Анна Коломытская из первой лицкой школы. Я представитель активной молодёжи БРСМ и сегодня я получила награду за районный конкурс буктрейлеров. Я постараюсь в будущем также радовать родных и близких. Они меня поддерживают, и когда тебя поддерживает твой круг общения, это не только очень приятно, но ещё и значит то, что ты идёшь в правильном направлении. Достаточно активной была лицкая молодёжь в онлайн-викторине «Твои права». Однако жюри победителям назвала лицеистов Ульяну Литвинскую и Никиту Михаловича, а также учащуюся восьмой школы Дарью Корсак. Их тоже чествовали на мероприятии «За Беларусь». Чествовали на нём и лучших участников районного фотоконкурса «Наш судотряд-2020» — Софью Матулевич, учащуюся в средней школе номер 8, и Антонину Тучковскую, педагога этой же школы. Представители детских оздоровительных лагерей «Солнышко» и «Спутник», на базе которых работали студенческие педагогические отряды, которые проявили себя в районном фестивале педагогических идей. Благодарность Литского райкома БРСМ была выражена шести учащимся 8, 9 и 11 литских школ за активное участие в различных конкурсах. Торжественности мероприятию «За Беларусь» придало выступление в ряды БРСМовцев новых членов. В этот день членские билеты получили 12 ребят. В райкоме БРСМ отмечают, что возлагают на новичков большие надежды. Видно, что у юношей и девушек горят глаза, а значит, они готовы творить. В Республике Беларусь создана достаточно сильная система по реализации государственной молодежной политики. И такие ребята, которые вкладывают свою душу, которые тратят свое время на какое-то полезное времяпрепровождение, они всегда являются замеченными. Учитывая, что сегодня на мероприятии наша организация пополнилась новыми членами, я думаю, что каждый из них смог убедиться, что ни один талант, ни один успех, ни одно доброе дело не остается незамеченным ни в нашем городе, ни в области, в республике. Всегда ребят, достойных ребят замечают, всегда их поддерживают. Награжденные БРСМовцы своим примером показывают, что если хотите пробовать, то все получится. Главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди еще много конкурсов, фестивалей и других молодежных мероприятий. А значит, впереди новые победы и награды. Пиар-акция по посадке деревьев «Уплотненные отходы чистый воздух» прошла в Лиде. Инициатива реализуется в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне». Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется в рамках программы развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Пиар-акция «Уплотненные отходы чистый воздух» по посадке деревьев – это совместное мероприятие Лидского районного общественного объединения «Белорусский фонд мира», Лидского жилищно-коммунального хозяйства, районного экологического центра детей и молодежи и городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Главная цель – решение экологических проблем. Подобные мероприятия в регионе проводятся регулярно. Основные темы, которые обсуждались на этой встрече – важность сортировки мусора, экологического обучения и воспитания, привлечение внимания общественности к экологической обстановке. Экология – это будущее, экология – это здоровье, экология – это в первую очередь то, что мы сегодня думаем о перспективе. Если сегодня не заниматься экологией, превратимся в большую мусорную яму, в которой трудно потом будет выкарабкаться. Поэтому то, что сегодня делается в Лицком районе в плане экологии, наверное, это правильно, потому что сегодня надо думать о перспективе, надо думать о будущих поколениях и заботиться о них. Если мы будем заботиться, значит, будет будущее. В акции по посадке деревьев, уплотненные отходы, чистый воздух, участвовала и молодежь Литчины. Посадить 300 молодых деревьев на полигоне Гуды помогали волонтеры Лицкого районного экологического центра детей и молодежи, Центра творчества детей и молодежи, Лицкого центра туризма и краеведения и средней школы номер 10 города Лиды. Ребята садили красный дуб и граб. Данная экологическая инициатива, как и для меня, так и для всех жителей города, это возможность по-новому взглянуть на всю экологию в целом. И дает нам возможность задуматься о том, что мы, как жители своей страны, отвечаем за будущее нашей страны и также и мира. И мы, как депутаты молодежного парламента Лицкого района, пообщавшись с экспертами, сделали несколько выводов о том, как сохранить природу, готовы поделиться ими с вами. Сортируйте мусор, пользуйтесь многоразовым, покупайте с умом, а что самое главное, думайте о своих поступках, ведь будущее нашей планеты в целом зависит именно от нас. Решение экологических вопросов в Беларуси проходит на государственном уровне. И для каждого участника акции было важным внести свой вклад в улучшение экологии нашего региона. Лицкий дворец культуры открывает творческий сезон и приглашает гостей на День открытых дверей. Состоится он 12 сентября в 11.00. Детям и их родителям будет представлена работа многочисленных кружков, студий и любительских объединений. Посетители смогут получить необходимую информацию об условиях занятий и расписании работы кружков. Вы сможете встретиться с руководителями кружков, поговорить более подробно, они вам объяснят график занятий, построение занятий, всю подробную информацию, все, что вас интересует. И вы сможете определиться, в каком направлении вы будете воплощать свои интересы. Всю подробную информацию вы сможете узнать у нас на официальном сайте Дворца культуры города Либи. Там вывешено объявление, где перечисляются все наши объединения, кружки и вся контактная информация. День открытых дверей каждый год становится стартом нового творческого сезонного Дворца культуры. В этом году для ребят будут работать 42 кружка, коллектива и любительских объединений. Это день, когда все могут познакомиться с работой наших замечательных кружков, наших студий, любительских объединений и творческих коллективов. Да-да-да, каждый найдет себе занятие по вкусу. Ну, если хотите, можете заниматься вокалом, кто может танцевать, кто на музыкальных инструментах играть, а кто может постичь искусство театрального жанра, мастерства ведущего и жонглирования. Творчество – это к нам! У ваших родных, друзей или знакомых праздник Алицкое телевидение готово помочь с подарком. И это будет незабываемое музыкальное поздравление. Воспользоваться нашими услугами стоит еще и потому, что в сентябре можно заказать поздравления в программы «Ваши поздравления» и «День варенья» с внушительной скидкой. При заказе музыкальных поздравлений до конца сентября на любую дату 2020 года мы предоставляем скидку в размере 50% на второе и 70% на третье поздравления в одном чеке. Заказать поздравления можно в рекламном отделе Лидского телерадиообъединения по адресу город Лида, улица Грюнвальская, 1, офис номер 5, здание гостиницы Лида. Также оформить заявку можно на нашем сайте tvdefislida.by или по номеру телефона в Вайбере плюс 375 29 381 8008. И на сегодня это все. Оставайтесь с Лидским телевидением. Кстати, все наши материалы можно увидеть на нашем сайте, телеграм-канале и социальных сетях. Приятного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин